Академия порядочных парней Дай лайк и пиши, где ты любишь петь больше всего В душе или в караоке Ну а ролик, как обычно, при поддержке моих друзей OneX Где самые высокие, как горы кэфы и мгновенный расчет средств Всю инфу найдете внизу и в закрепленках Залетайте в наши ряды и получайте крутые ништяки Участница шоу «Голос» на первом канале Наргиз Закирова Обладает просто невероятными вокальными данными С ранних лет она профессионально занималась пением Проходила обучение в США и всячески развивала свои музыкальные навыки Благодаря этому сейчас не существует песен, которые бы она не смогла бы исполнить Ее пронзительный голос с фирменной хрипотцой уже успела очаровать всех жителей СНГ Несмотря на конфликт с продюсером Максом Фадеевым Сейчас Наргиз готовит новые песни и планирует отправиться в сольное европейское турне Она отлично поет вживую и никогда не использует фонограмму В чем мы можем легко сейчас убедиться Глюкоза Глюкоза В начале нулевых Нихила так хайпанула со своим анимированным прототипом и очень сильно измененным компьютерным голосом Когда популярность начала спадать, ей предложили чаще появляться на сцене, но вживую Наталья петь практически не умеет Ее вокал находится на очень низком уровне, о чем говорят регулярные выступления под фонограмму Про любовь и про счастливый Про него, ой, некрасиво, счастливо Я буду точно Бабочки в моем животе Это любовь к тебе Не спрятаться, не спрятаться Бабочки в моей голове Также она не раз позорилась на концертах, когда заранее записанный звук давал сбой И многотысячная толпа могла слышать ее настоящий, необработанный, низкокачественный вокал Ну что бы там ни было, спасибо Глюкозе за песни детства Пару лет назад своим ангельским голосом Полина Гагарина покорила Европу И пускай ей досталось только второе место Ее вокальные данные по достоинству оценили многие западные эксперты В России она по праву считается одной из лучших в плане исполнения сложных вокальных партий Она легко берет самые тяжелые ноты, а ее необычные мелизмы просто завораживают Если вы хотите насладиться чистым пением без обработки и автотюна Добро пожаловать на концерт Полины Вы точно не пожалеете Тоже блондинка, но совершенно противоположная с точки зрения вокальных способностей Гривина или просто Дарья в свете 19 лет купается в лучах слабы Ворвавшись на большую сцену прямо со школьной скамьи Девушка успела представить целых два В студии все как всегда гладко, то вот с лайф выступлениями дела обстоят не так круто, как у той же Гагариной Да, тут безумно потрясающего вокала нет Но певица больше берет аудиторию своей прекрасной ангельской внешностью и незамысловатыми песенками для подростков Участница и бронзовый призер небезызвестного песенного конкурса Лена Темникова Имеет в своем арсенале невероятные вокальные данные Она поет легко, расслабленно, но при этом очень мелодично Когда она дает голосовые связки, диаграмма могут воспроизвести все, что угодно Это умение она не раз демонстрировала на своих концертах Где она выступает исключительно вживую и зачастую в сопровождении акустических инструментов В свою очередь избранница Константина Меладзе, очаровательная Вера Брежнева Может похвастаться только своим неплохим стендапом в Comedy Club Несмотря на статус экс-солистки золотого состава Виагры На лайф-поступлениях все сложные партии она передает в руки бэк-вокалисток Сама же певица не способна петь хорошо своим голосом Поэтому фонограмма на ее лайвах, увы, не редкость Светлана Лобода не раз попадалась на фанерном выступлении Однако при этом она и без нее отлично поет Она имеет очень сильный и звонкий голос, которым владеет практически в совершенстве К открыванию рта под музыку она в последнее время прибегает все реже И чаще радует нас качественным вокалом на своих концертах Также стоит отметить, что она выступала на Евровидении Где главным условием конкурса является исполнение песни вживую Именно своим хорошо поставленным голосом А с этим у Светланы все обстоит наилучшим образом Автор хита, который так обожают петь болельщики московского Спартака Является посредственной вокалисткой Но даже несмотря на это, я считаю, что образ и материал этой певицы Один из самых удачных на русской эстраде Под ее хиты «Знаешь ли ты?» и «Нежность» мы еще много лет будем ностальгировать Как замечают зрители, голос у певицы не сильный, но проникновенный Я, например, убеждена, что не всегда важен вокал, сколько природный голос и подача артиста Помнишь небо, помнишь сны, молчание, юное тело в голубом одеяле Помнишь, как мы умирали в прощании? Ани Лорак уже давно является популярной певицей Ее вокальные данные находятся на очень высоком уровне Диапазон в 4,5 октавы говорит сам за себя Каролина способна охватить своим голосом весь музыкальный спектр Что делает ее по-настоящему уникальной певицей И да, она практически всегда поет в живую, чем, несомненно, может гордиться В отличие от предыдущей героини Ольга Бузова поедет на грядущее Евровидение Наверное, от этих слов у вас мурашки прибежали по телу Самая лучшая певица за последние 100 лет Очень редко выступает без фонограммы Причина всему полная отсутствие слуха И какой-либо музыкальной базы Если же она решится спеть живьем, то выходит это Или это Как такое может поехать покатать Европу, я мало представляю А на этом все Теперь вы знаете, у кого из русскоязычных певиц мощный вокал А кто просто обаятельные артистки Ведь не всегда важен мощный вокал Когда есть продуманный образ А у кого-то проникновенные песни С которыми у нас будут ассоциироваться разные периоды в жизни Ну а с вами была Вика и шоу Академия порядочных парней Не забывай ставить лайк под этим видео И если этот видос соберет 20 тысяч пальцев вверх То мы сделаем следующую часть с популярными русскими певцами и рэперами Подписывайся на канал, а мы увидимся завтра Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова